Всем привет! Это Гошаныч и канал Жизнь Механика. Вот мы в Астраханском крае, снова на лодке Ротан. Лодка очень сильно изменилась после того, как повесили мотор 9,9 Тахацу. Не узнать. Непередаваемые ощущения. Только прокатившись на этой лодке, можно с чем-то сравнить. Великолепно режет волну, великолепно ходит по волне. Сидим с женой и ждем, когда же будет ветер, чтобы была волна. Ни одна лодка не суются, кроме громадных кастрюль. А мы валяем дурака и ездим с таким адреналином. Замечательно просто. Прыгает, ой, держит курс. Ну просто на 5 баллов. Тут такая волна. Я просто улетаю. Обалдеть. Волна такая мощная. С рыбкой в этом году не очень. По крайней мере, здесь на Кузане. Судак вообще весь ушел. Попало всего два сомика и так, бель, мелочь всякая. Щуки море, но щука маленькая. За нее вам грозит штраф. Коронавирус. Побежали все сюда. За границу не ездят. Народу много, очень много народу. Единственное, вот 5 баллов отдать работникам ВИМС. Раза два в сутки проезжают. Проезжают мимо, спрашивают, как дела. Никого я не видел, чтобы кого-то трогали. Интересуются, как настроение. Едут дальше. Закрылись практически все кафешки на трассе. Немножко как-то непонятно, что делать. С маленькими детьми надо где-то остановиться, поесть. Ну, так и с полузабегаловки, грубо говоря. Я еду всегда за один раз. Останавливаемся там 3-4 раза. Чуть перекусим, и я дальше. В этот раз искали, 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 искали. Пришлось терпеть чуть ли не до самого места. Нашли одно место, где только нас покормили. Вот. Рынок полупустой в Карабалях. Странный набор помидоров. Лук, как будто, знаете, привезли из Красноярского края. Вот. Маленький очень выбор. В целом все неплохо. Жары нет в этом году вообще. Максимум, чего мы увидели, это 33 градуса. Ночь кто-то даже подмерзает. Я не жалуюсь. Плодка, конечно, да, не сравнить с пятисилами. Со всей семьей выезжал трое детей, жена и даже собака. Шел, по-моему, что-то в районе тридцатки. Рекордов никаких не получилось поставить. Железный винт перегнули в настоящий 12-й. Как и ожидаем, он стал плохо крутиться. 4200 всего лишь. Скорости никакие. Вообще никакой вида. Совсем по-другому ведет вся лодка здесь, в Онежле на Оке. Не знаю, как будто вода другая. Да, купаться замечательно. Вода теплая. 24-25 градусов. Где-то даже под 30. Это вот есть там такой перекат с вот такой глубиной. Садишься в пятые точки. Ага, прям как в кастрюле с теплой водой. Рекомендуем всем ставить генератор на лодочный мотор. Вот такая штука. Дети высосили все пауэрбанки своими планшетами. Я у них торжественную поднимал на второй день. И пришлось все аккумуляторы заряжать благодаря генератору на лодочном моторе. Ну, не идти в машину запускать для зарядки аккумуляторов. Вот, в общем, очень удобная штука. Рекомендую, лишним не будет. Народ с завистью смотрит, как мы единственное ездим по волнам. Все остальные максимально, что выбираются, это повудить на якоре. Медленно-медленно доползти по волне куда-нибудь. А мы тут летаем. Снимать нереально в таких условиях. Как я не знаю. Рип на морской волне. Волна огромная. Такие маленькие зарисовки в сонбеке. Все лучше, чем дома сидеть. Или в теплой сырой яме. Маленькую хитрость здесь сделал. Долго-долго искал, какой высоты сделать подножку. Чтобы можно было удобно вылезать. И плюс, не создавать напряг только на один пятачок. Я сделал вот такую конструкцию. Надо будет на самом деле сделать здесь какой-нибудь усилитель хороший. Чтобы забираться в лодку. Вот кому интересно, вот такой высоты веревка. Это как раз в воде наступить ногой и забраться в лодку. Держать за это. Прям то, что надо. То есть это практически по дну как раз вот. С веревка должна по дну. То есть вам хватает подойти к лодке. В воде подплыть. Тренировались здесь. Пацанов учил. Сам залазил. Наступить ногой. И наступая ногой подтянуть рукой себя в лодку. Замечательно такая вещь. Пробовал я забраться в лодку с воды. Наступая на кавитационную плиту. Держась за эту ручку. В общем не очень удобно. Все таки гораздо удобней будет вход с носа. Изначально наплевал узелков. Не очень удобно. Но тоже рабочий вариант. Единственное, немного переживал. Выдержит ли пятак. Как один. Меня, например, все таки вес там 80 с копейкой килограмм. Выдержал конечно. Но наперебдеть получилось 3 точки. Детям попрыгать был вообще классно. Вывез их на середину. Рядом вместе с ним был. По жилетам и обложился. И они у меня попрыгали в воду. Получили громадное удовольствие. До сих пор ходит. Папа, папа, когда поедем еще купаться. Папа, 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 пап Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Ну и бонусом мы приехали посмотреть на памятник Вот такой вот он поблизи У памятника были, там совсем ничего не видно, он большой достаточно А для тех кто не был, сейчас идет его реставрация Считайте, что вы тоже со мной посетили это место С вами как всегда Гошанси, канал Жизнь Механика Вместе с Астраханских полей Субтитры сделал DimaTorzok